Всем привет! Вы на канале Мотороллер. Здесь я рассказываю про тачки в США и всякие околоавтомобильные истории. Сегодня мы с вами пускаем пыль в глаза. Брал на Farfetch за 25 тысяч штаны Stone Island, может 22 тысячи где-то так. А именно говорим про американские маслкары. А если быть еще более точнее, то мы говорим про современные американские маслкары. Давайте с вами для начала немножко так окунемся в историю и что вообще такое маслкар. Маслкар это такая машина в гражданском кузове, но у которой под капотом находится обычно много лошадиных сил. И вообще первый маслкар появился в 1964 году. Это был Pontiac GTO. И у него было под капотом 335 сил. Продавался он прям очень круто. Это была прямо такая революция, хит-продаж. После чего большинство автопроизводителей тоже начали делать свои маслкары. Самый первый Dodge Charger, а мы сегодня с вами говорим про Dodge Charger. Да ладно! Появился в 1966 году. И у него под капотом был V8 на 318 сил. Это был самый минимум. Потом появилось еще второе поколение Dodge Charger, которое считается такая прямо легендарная машина, классика. И тачка действительно очень крутая. У нее была такая форма кузова, которую все называли банка колой, потому что она по своему внешнему виду действительно походила на колу. Ты, по-моему, перепутал. Вот эта передняя решетка радиатора в виде электрической бритвы, ее так и называли электрическая бритва, это прям, мне кажется, вершина стиля. Очень многие скучают по этим кузовам. И я могу сказать, что, конечно же, мне эти кузовы тоже очень сильно симпатичны. Нынешнее поколение Dodge Charger это шестое поколение. Его начали выпускать в 2012 году, в 2015 году сделали рестайлинг. И вот этот год это уже последний выпуск Dodge Charger шестого поколения. И у него даже если под капот заглянуть, то там написано Last Call. И это говорит о том, что это уже прям последний звоночек и скоро шестое поколение сменит седьмое поколение. И большинство говорит, что, скорее всего, в седьмом поколении будет новая силовая установка в плане того, что помимо бензинового двигателя появится еще и какая-то электрическая сила. То есть, может, это будут гибриды, может, это будут полностью электрические машины, может быть, это будет и то, и то. То есть, сейчас нам Dodge говорит, хе-хе, ребята, если вы хотите купить последний бензиновый Dodge Charger, то делайте это прямо сейчас. У вас остался буквально последний звонок. Звонок звучит для учителя! Я, конечно, понимаю, что у меня молодой канал, и, может быть, на него немножко стремно подписываться, потому что видосов мало, но я вам обещаю, у меня впереди уже забронировано много классных машин здесь в Штатах, и я вам буду про них рассказывать. Поэтому, если вам не сложно, по-братски и по-сестрицки подпишитесь на канал, и спасибо вам за вашу подписочку. Когда мы говорим про современные американские маслкары, то мне представляются сразу четыре модели. Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger и Dodge Charger. И вот сегодня мы с вами смотрим Dodge Charger 2023 года, и он в комплектации SXT. Это самая дешевая комплектация, то есть это самый дешевый Dodge Charger, который вы сейчас можете купить в 2023 году. Дешевка! Объясню, почему у меня опять на обзоре самая дешевая комплектация. Я обычно машины для обзоров бронирую на сервисе Тура, который для краткосрочной аренды автомобилей. Люди часто покупают машины для того, чтобы сдавать их как раз вот в аренду, например, на сайте Тура. И обычно люди за комплектацию не запариваются, покупают самую дешевую. Вот поэтому у меня сегодня на обзоре опять самое дно, самая нищенская комплектация рынка. Но стоит уточнить, что хозяин здесь сделал несколько улучшений, о которых я расскажу чуть попозже. Итак, мы с вами сегодня смотрим самый дешевый Dodge Charger. Это самая простая комплектация. Она стоит 35800 долларов. По курсу 92 рубля за доллар это примерно 3 миллиона 300 тысяч. Вообще всего существует 9 комплектаций, то есть их прям очень много. И самый дорогой Dodge Charger, у которого комплектация называется SRT Hellcat Red Eye White Jailbreak. Очень сложное такое название. SRT Hellcat Red Eye White Jailbreak. Он стоит 91 тысячу долларов, то есть это по курсу 92 рубля получается где-то 8 миллионов 400 тысяч рублей. То есть понимаете, да, между самым дешевым Dodge Charger и самым дорогим Dodge Charger разница почти в 3 раза. И это на самом деле то, в чем сейчас обвиняют современные маслкары. Ты можешь купить его задешево, ну, относительно задешево. И он будет выглядеть в целом прикольно. Он будет выглядеть мускулисто, агрессивно, что он такой накачанный, да. Хотя у него на самом деле под капотом-то ничего нет. И я видел у одного блогера видос, где он говорил, блин, ребята, SXT очень классная комплектация. Купите его, поставьте на него классные колеса, поставьте сзади спойлер, который не идет в комплектации в этой стандартной. И все, у вас будет крутая тачка, вы сможете снимать клевые YouTube ролики, вы можете классно залетать в Instagram на своей клевой машине. То есть они воспринимают эту машину исключительно как такую понторезку, кой она и является. То есть она на трассе, на гонке, ничего из себя не представляет. Это самая натуральная понторезка. Вторая по дешевизне комплектация называется Dodge Charger GT. Поэтому если кто-то вам говорит, что у него Dodge Charger GT, это не значит, что у него маслкар. А он стоит где-то 38 тысяч, то есть там буквально на 3 тысячи дороже, чем вот эта вот самая низкая комплектация. Так что GT в нашем случае совершенно не означает, что это гоночная машина, точно такая же дешевая понторезка. Когда я записывал свой прошлый обзор про Honda Accord 11-го поколения, я потом у себя уже в Facebook, в Instagram и на YouTube тоже почитал комментарии. И пожалуйста, оставляйте эти комментарии, потому что мне их очень приятно читать. И в основном, знаете, люди, которые следили за аккордом, например, 7-го поколения, они говорят, что новый аккорд стрёмный. Те, кто за аккордом вообще никогда не следил и просто смотрят на эту машину как на новую, они говорят, ну, вроде прикольная машина, мне нравится. И вот если говорить про этот Dodge Charger, то мне кажется, что большинство людей скажут, что дизайн прикольный. При этом понятно, что если, например, выбирать между Dodge Charger второго поколения и шестого поколения, то я бы, конечно же, выбрал второе поколение. Но сейчас машины в таких олдовых кузовах уже не производят, поэтому есть то, что есть. Но мне кажется, что вот эта шестая версия выглядит просто офигенно. И конкретно эта машина мне тоже очень нравится. Мне очень нравится её такой крутой, сочный цвет и очень классные чёрные диски. Мне ещё хозяин этой машины, перед тем, как её отдать, начернил колёса, чтобы она прям максимально выглядела круто, чтобы на ней можно было максимально пыль в глаза пускать. Но знаете, я перед тем, как начать записывать этот обзор, скинул фотку своему другу, фотку этой машины, и он такой, о, прикольно, на Lada Vesta похожа. А сейчас обидно было. Конечно же, мне больше всего этот Charger нравится своей мордой. Ну и мне кажется, что вообще все маслкары очень круто выглядят именно спереди. Такая прям супер агрессивная морда, такие прищуренные фары. И знаете, когда едешь по трассе, прямо так и хочется кому-нибудь поморгать фарами, типа уступи дорогу. Ещё важное уточнение. Вот эти Charger, ну вот эта модель, предыдущие там модели, да, они часто используются полицейскими, в том числе как машины, которые скрыты. То есть на них нет наклейки, что это полицейская машина. И вот это обычно гражданская машина, в которой может ехать полицейский. Поэтому если я на трассе вижу какой-нибудь Dodge Charger, то я такой, блин, лучше не газовать. Но машина спереди выглядит прям очень агрессивно. И я, знаете, если вот еду на своём пикапе, да, по дороге, и у меня сзади такой пристраивается Dodge Charger, я даже, если честно, начинаю так немножко пасовать и хочется куда-нибудь смыться с этой полосы, лишь бы он за тобой не ехал. Сбоку, мне кажется, машина выглядит довольно-таки обычно и даже как-то просто, и даже как-то может быть олдскульно, но в каком-то плохом смысле слова. Прежде всего, мне не нравятся вот эти вот ручки. Здесь прямо такая личинка для ключа есть, хотя доступ бесключевой. Ты будешь пользоваться этим прям в каких-то супер редких случаях, а может кто-то и вообще никогда не воспользуется. Вот эти ручки прям сильно выбивают стиль. Ну и в целом она такая, какая-то простая. Здесь вот есть такое углубление, как говорится, как на ладе X-Ray, да? Заткнись! Заткнись! Ну и скажем так, выглядит она сбоку просто нормально. Колеса здесь, конечно, прям очень жирные. В стандарте эта машина идет с 17-дюймовыми колесами, но ты можешь попросить поставить 20-дюймовые, ну понятно, немножко денег доплатив. И это именно то, что сделал хозяин этой машины. Он поставил сюда 20-дюймовые колеса, чтобы машина выглядела более дорогой, чем она является. То есть это та самая история, когда, знаете, понты дороже денег. Сзади чарджеры тоже очень узнаваемые, особенно когда едешь вечером-ночью. У чарджера такой единый красный контур, и прямо сразу понятно, что это за машина едет. И это, конечно, придает ей своего прям собственного стиля. Вот в стандарте версии SXT, какая у меня сейчас на обзоре, вот этого спойлера нет. Спойлер идет в каких-то дорогих версиях. Хозяин установил здесь как раз-таки спойлер, чтобы эта машина казалась чуть более спортивной, чуть более мощной. Хотя под капотом у нее особо-то ничего и нет. И вот это та самая овца в волчьей шкуре. То есть выглядит она внешне, ну прям очень максимально круто. Она пускает пыль в глаза, на нее хочется смотреть, ее хочется фоткать. На ней круто ездить куда-нибудь, подъезжать, да. Но при этом это, конечно же, совсем не маслкар, никаких мускул у него особо нет. И здесь еще внизу сделан такой раздвоенный выхлоп. И у чарджера действительно двойной выхлоп. Но прикол в том, что вот это просто накладочки. То есть глушитель даже не подведен к этим накладкам. Они сделаны просто исключительно для стиля и больше ни для чего. И делается прямо так с завода. У более дорогих чарджеров здесь уже сделано по-настоящему. То есть глушители выведены прямо сюда. А вот в моем чарджере SXT это не более чем понт. Матерь божья! Газовые упоры! Крышка двигателя! Оскара! Оскара! Хоть я и говорю, что это самый задушенный додж-чарджер, но все-таки здесь V6, 3.6 литра, 292 лошадиных силы и 350 ньютон-метров крутящего момента. Здесь восьмиступенчатая коробка передач и задний привод. Задний привод это прикольно. Я помню, у меня когда-то была BMW-копейка на заднем приводе. И на ней было прямо классно и интересно ездить, особенно зимой, когда выпадет снежок. Поэтому классно, что здесь задний привод. Для сравнения, в самом топовом чарджере стоит V8 на 807 лошадиных сил и это 6,2 литра. Этот чарджер разгоняется до сотки за 6,5 секунд. Сколько? Вроде как бы неплохо, но опять же, если сравнить, например, с тем же Ford Maverick, с моим пикапом, да, который себя маслкаром совершенно не называет, то у Maverick разгон до сотки за 6 секунд, а у этого на полсекунды больше. То есть вы понимаете, да, насколько в этой машине все круто снаружи и насколько она задушена под капотом. То есть это, ну, совершенно никаких мускул в этой машине нет. А самый топовый додж-чарджер до сотки разгоняется за 3,4 секунды. По городу на одном галлоне бензина этот чарджер проезжает 19 миль. Если переводить в литры, то это где-то 12,5 литров на 100 километров. Если ехать по трассе, расход становится меньше. На одном галлоне он проезжает 30 миль и это где-то 8 литров на 100 километров. Так что такая эта машина. Особо здесь рассказывать про капот нечего, потому что всем интересно, что снаружи, поэтому пойдемте смотреть дальше. Багажник тут можно открыть либо с брелка, либо вот так вот нажать кнопочку. Открывается он сам, очень прикольно. И мне нравится, как у него сделано вот это крепление. Оно закрыто пластиком, никакого здесь голого железа, никаких проводов. Все это сделано очень аккуратно. И все это, я напомню, сделано в стандартной комплектации. Закрывать его нужно самому рукой. К слову о закрывании, я сегодня утром все не мог закрыть багажник и не понимал, почему так происходит. Я его закрываю, он опять открывается. Я его еще раз закрываю, он опять открывается. Я потом понял, что я ключи от машины положил в эту кофту, а кофту закинул в багажник. И когда я закрывал багажник, то у меня ключи оставались внутри. Машина это понимала, тут же его отпирала и не давала сделать так, чтобы ключи остались запертыми внутри багажника. Ну ладно. А ну-ка попробуй закрыть модно в одно касание. Багажник здесь достаточно большой, если вы привыкли ездить на седанах, то он вам точно понравится. Здесь понятно, что можно вот эти сидения задние сложить и увеличить свой объем багажника. Здесь есть подсветочка, такие вот крючки, чтобы можно было свои пакетики сюда повесить, чтобы они не болтались. И мне очень нравится, что весь багажник обшит, то есть у него нет никаких голых частей металла. Все выглядит прям очень культурно. И здесь под полом есть такой большой отсек для хранения и здесь еще есть аккумулятор. То есть в целом багажник мне нравится, он классный. Салон в этом чарджере как-то вообще прям не впечатлил. Такое ощущение, что он прям очень какой-то супер старый и требует скорейшего обновления. И я уверен, что в седьмой версии вот этих чарджеров, которые, я надеюсь, скоро появятся, салон претерпит существенные изменения. Вот у меня, знаете, раньше была машина Chrysler Town & Country, минивэн такой, а Chrysler и Dodge это же все одна компания. И вот салон там примерно выглядел так же. А сюда ты садишься в машину 2023 года и салон выглядит так, что он к нам реально из того самого 2014 года и приехал. То есть понятно, все эти модели уже больше 10 лет этому поколению, да? Но как-то салон здесь выглядит ну прям супер устаревшим. И вот отсылаясь опять же к моему прошлому видосу про Honda Accord 2023 года 11 поколения, там салон внутри ну прям роскошный, очень классный. А здесь он такой старый. Опять же можно это, наверное, сравнить с какой-нибудь старой Lada Vesta. Да заткнись ты уже! А что классного в этом салоне? Так это вот этот черный потолок. Прям за него вообще большой респект Dodge. И когда едешь на машине, все вот это вокруг тебя такое черное, ты оказываешься в таком как бы коконе. И хочется, знаете, так сосредоточиться на дороге, смотреть только вперед и ехать вот так вот между рядами. Но, наверное, не на этой машине, наверное, двигатель нужен чуть помощнее. Но все равно приятно ехать. А вот черный салон добавляет стиля и каких-то ощущений во время движения. Вот такой вот вид от первого лица. И вот говоря про фейлы, вот эта вот центральная панель, она мне показалась, ну прям какой-то совсем ужасной. Какие-то большие кнопки, выглядит это все как-то несуразно. Знаете, вот этот экранчик встроен сюда тоже как-то, ну такое ощущение, что здесь должно быть что-то другое. А здесь оказался почему-то вот этот экранчик. На его месте должен быть я. Вот эти вот супер старые воздуховоды, выглядит все как-то, ну прям сильно устаревшим. И вот это все, здесь хоть пластик и мягкий, но вот выглядит это все, я не знаю, несуразно. Может быть, кто-то скажет, что выглядит кайфово и напишите в комментариях. Но, по-моему, прям выглядит совсем-совсем слабо. Здесь вот есть такой отсек для хранения. Сюда, по идее, можно телефончик свой положить. Но вот у меня здесь не влазит даже до конца. То есть, как-то мало места, не особо даже рассчитано, что кто-то сюда будет телефон свой класть. Подстаканники, они удобные. Можно вполне себе туда положить бутылочку с водой, она влазит хорошо. И вот здесь подлокотник, он мягкий, на него очень удобно положить свой локоть и ехать. И если здесь открыть, то здесь вот такой отсек. Вот здесь вот вообще штуки для мелочи. Кто сюда будет мелочи складывать, не знаю. И USB-шки, если ты хочешь заряжать свой iPhone или выводить на экран свою карту через Apple CarPlay или Android Auto, то это все вот здесь находится. То есть, впереди у нас есть только вот такая розетка для прикуривателя, а сами USB-шки находятся где-то сзади. Я когда вчера эту машину взял, я подумал, что, может быть, здесь вообще нет USB-шек, и, может быть, можно только через прикуриватель. Может быть. А может и нет. А может, пошел ты. И только потом я увидел это все в подлокотнике. И это очень спорно, как мне кажется, почему шнурок, которым ты будешь пользоваться постоянно, убран куда-то в подлокотник, а не выведен вот сюда. И я, опять же, подумал, может, это потому, что это салон старый, и здесь места просто не нашлось для USB-шки. Не знаю. Но выглядит это все довольно спорно. Про экранчик особо нечего сказать. Он здесь 7 дюймов в дорогих версиях идет, там 8 с чем-то дюймов. Но все равно он такой вот маленький, какой-то, кажется, немножко инородный. Я не особо буду говорить, что здесь есть. Здесь, на самом деле, вот есть отдельное меню для климата. Сюда вот выведены некоторые штуки. И, на самом деле, этим пользоваться удобно. Большинство кнопок управления климатом находятся здесь. И здесь, кстати, в стандарте идет раздельный двухзонный климат-контроль, что очень удивительно. Почему рассказ не так важен? Потому что большинство людей подключат свой Apple CarPlay или Android Auto и будут пользоваться своим телефоном. Поэтому здесь какие-то функции. Всем кажется, в целом на них все равно будет пофигу. Панель приборов тоже довольно-таки простая. Слева тахометр, справа спидометр. По центру есть небольшой экранчик. На него можно вывести скорость, можно вывести давление в шинах, можно вывести трек, который у тебя сейчас играет. Ну, в общем, что тебе больше нравится. А вот так вот выглядит руль. Он в стандарте идет кожаный, что тоже удивительно. И спасибо за это. И руль достаточно приятный. Он большой такой. Не очень тяжелый в управлении. Я ожидал, что он будет намного тяжелее. Но вот эти вот кнопки, они просто, если честно, убивают. Такие какие-то большие. Знаете, вот как на бабушкафоне, когда вот есть такие большие кнопочки, чтобы их бабушкам было удобно нажимать. Здесь в стандарте идет круиз-контроль, но он не адаптивный. Но хотя бы этот круиз есть. Хотя бы за это спасибо. Если продолжать говорить про безопасность, то помимо круиз-контроля, ну, понятно, здесь есть камера заднего вида. И она достаточно хорошо пишет. И еще есть задние парктроники. Мне не очень понятно вообще, зачем нужен задний парктроник, если у тебя есть камера заднего вида. Почему бы эти парктроники, например, вперед не поставить? А для седана это очень актуально, потому что, когда ты паркуешься, очень боишься передним бампером задеть бордюр. Вот здесь впереди парктроников нет, но есть они сзади, при том, что есть еще и камера сзади, что очень странно. Контроля слепых зон здесь нет, контроля от лобового столкновения здесь нет, удержания полосы здесь тоже нет. Как я уже говорил, здесь бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки. Удобная штука. И можно двигатель даже запустить с брелка. Кстати, интересное уточнение, здесь рычаг есть только слева, справа нет ничего, справа пусто. И ты этим рычагом управляешь и дворниками, и светом, и поворотниками, и всем на свете. Здесь еще сзади руля есть кнопочки с двух сторон. С одной стороны ты можешь во время движения, например, треки переключать, а с другой стороны регулировать громкость. Это удобно. Интересный рассказ про еще одну педальку здесь. Это не сцепление. Когда я вчера подъехал к дому, у нас возле дома парковка под таким небольшим углом. Я обычно машину там ставлю на ручник, чтобы она не дергалась, когда я ногу с тормоза уберу. И вот я приехал такой, начал искать здесь ручник, и я привык, что в машинах 2023 года чаще всего ручники в виде кнопочки. Вот. И я здесь ищу, ищу ручник, нигде его не мог найти. И понял, что здесь ручник такой олдовый. И на американских машинах он часто встречается, нажимается ногой, и потом снимается тоже ногой. Сидения в стандарте идут тряпичные, но сидеть на них удобно. Выглядят они достаточно прикольно и необычно. То есть здесь несколько видов ткани используется, несколько расцветок. Здесь классная боковая поддержка. Мне показались сидения чуть узковатыми, но может быть, я не знаю, может быть, я слишком широкий. Но я скажу, что сидеть в них все равно достаточно комфортно. Мне понравилось, как здесь выглядит дверь. Понравилось за счет того, что здесь вот такая обшивка есть. Она очень мягкая и на самом деле добавляет какого-то стиля, лакшери и уюта в салон. Мне вот прям нравится, что она вот такая мягкая. Еще прикольная штука. Здесь есть такая дырочка, и она соединена вот с панелью водителя. И когда ты закрываешь дверь, то они как бы между собой соединяются, и воздух через эту дырочку идет вот сюда. То есть здесь вот так сделано. Когда я сижу вот так, вот, наверное, плохо видно, поэтому чуть-чуть выгнусь. Когда я брал эту машину, мне показалось, что сзади места маловато. Но когда я сел и попробовал, вот я сижу сам за собой, со своим ростом 184, у меня здесь прямо остается еще целый кулак. И сидения очень удобные. Они с такой некоторой ямкой, и ты в него садишься, как в такой ковш, и прямо здесь комфортно сидеть. У задних пассажиров здесь есть свои обдуватели, и есть две USB-шки, чтобы в дороге можно было свои планшеты, свои телефоны подзаряжать. Здесь есть два кармашка. Иногда в самых дешевых комплектациях только один кармашек делают. Здесь два. Этот дочь прикольно подрывает на низах. И прям рычит так жестко. Но при этом, когда он более-менее к какой-то стандартной скорости разгоняется, то у него вся вот эта прыть пропадает. Ну-ка еще раз газом. Ну, то есть он прикольно. Если нажать газ в пол, в целом он создает впечатление, что это какая-то псевдогоночная машина. Рых вот такой вот мощный. Переключается он на 6000-х, там почти в отсечку, скажем так. Машина в целом может создать какое-то ощущение того, что она у тебя гоночная. Но надо понимать, что это, конечно, совершенно не гоночная тачка. Здесь, кстати, музыка Alpine и прямо есть специальные шильдики о том, что здесь музыка Alpine. Но я бы сказал, что вполне себе обычная музыка не сказал бы, что что-то выдающееся. Я думал, здесь звукоизоляция будет намного хуже, а она прям достаточно качественная. Я даже в целом не ожидал. Вот не самой дорогой машины. Такой в целом неплохой звукоизоляции. Управлять этой машиной, конечно, прям очень комфортно. Она низкая, седан, да, у нее прям такое четкое управление. И мне кажется, что если у тебя Dot Charger какой-нибудь прям мощный, с мощным двигателем, то им прям управлять еще больше кайф. Здесь довольно резкие тормоза. К ним нужно прям подпривыкнуть. Привыкни к аппарату. То есть чуть-чуть педальку нажимаешь, она уже прям конкретно так начинает останавливаться. В общем, как итог фаново на ней ездить. Есть какой-то прикол. Мне кажется, это даже стоит тех денег, которые ты плачешь за эту машину. Вполне себе есть некоторая причастность к гонкам, скажем так. Хочу вам рассказать, как американцы покупают машины. Вообще, большинство американцев покупают так, что, типа, пришел в салон, свою старую машину сдал в трейд-ин, и тут же купил новую. И знаете, вот приходишь, когда даже смотреть какую-то новую машину, вот я когда ходил по салонам, они говорят, у тебя есть текущая машина? Ты такой, да, вот такая-то. Они говорят, дай ключи, мы сейчас ее посмотрим. И пока ты новую машину смотришь, они с техниками твою старую машину оценивают, и примерно там через полчаса, примерно столько времени тебе нужно, чтобы там новую машину посмотреть, они тебе уже приходят с оффером, и говорят, что мы вот твою старую машину готовы выкупить за такие бабки, и можешь покупать новую. И при этом, если начинаешь там говорить, да нет, я хочу подумать, там начинаются торги, они говорят, окей, давай мы твою старую машину там не за 10 выкупим, а за 12, например. Ну или там еще какие-то условия предлагают. В общем, это объект торга. Но понятно, если ты будешь машину продавать сам, через Facebook Marketplace, или еще через какой-нибудь сайт, где можно продавать машины, то ты можешь продать ее прям сильно дороже. Я когда нашу прошлую машину Chrysler Town & Country продавал, мне ее в одном салоне предложили забрать за 5500, а в другом салоне предложили забрать за 6000 долларов. А я ее в итоге продал просто сам частнику за 9500 долларов. То есть понятно, что когда ты машину сдаешь в Trade-in, это твоя плата за скорость, за удобство, ты прямо сейчас уже можешь уехать на новой машине. Но я думаю, что во всем мире Trade-in так работает, что салон на этом, собственно говоря, и зарабатывает. Взял подешевле, продал подороже. Есть классные сайты, где ты можешь искать бушные тачки, в том числе эти бушные тачки стоят в салонах, и я бы даже сказал, в большинстве своем случаев эти машины стоят в салонах. Я вот, например, пользуюсь сайтом Carfax, это нисколько не реклама, просто мне нравится этот сайт. Ты там можешь посмотреть все бушные тачки на твоем районе, ну или где-то подальше от тебя, посмотреть, в каком салоне она стоит, и там же еще посмотреть отчет на эту машину, была ли она в авариях, сколько у нее хозяев, как она обслуживалась, и вот это вот все. И вот ты можешь найти себе машину, посмотреть, в каком она салоне стоит, прямо через сайт оставить заявку, с тобой свяжутся, приезжаешь, покупаешь машину, старую сдаешь, и, в общем-то, все, ты свободен, у тебя новая тачка. Вот я знаю, что в России, когда покупаешь машину, тебе говорят, вот там стандартная комплектация идет по такой цене, но ты по такой цене купить не можешь, вот тебе еще магнитола за 50 тысяч, вот тебе там какой-нибудь GPS, вот тебе коврики резиновые, вот тебе еще что-то, вот тебе антикоррозийная обработка, и у тебя цена там, например, на 100 тысяч рублей становится больше, да? Здесь что-то примерное, здесь есть такое понятие, как MSRP, Manufacturer Suggested Retail Price. Его дизайн могут носить любого возраста, любого shape. Это типа цена, которую рекомендует завод-изготовитель. И я вот когда цены называю, что, например, машина стоит 38 тысяч долларов, это я как раз вот этот MSRP называю, цену, за которую производитель рекомендует продавать эту машину. И вот сейчас, в период, когда машин мало и прям большой дефицит, и ты не можешь чаще всего прийти в салон и купить просто так любую машину, сейчас на этот MSRP просто делают наценку сверху. Тебе не говорят, что мы тебе еще по аврике закинем, еще там что-то закинем. Тебе просто говорят, окей, у этой машины MSRP 38 тысяч, мы ее продаем за 43. Ты говоришь, а как так? Ну ведь на сайте написано, что 38. И ты такие, ну, это наша маркетинговая наценка. Вот такой вот элегантной фразой маркетинговая наценка объясняют просто свою наглость, что типа, ну, чувак, если ты не хочешь машину покупать, ну, не покупай, потому что очередь на нее стоит большая, и ты можешь просто отказаться, ее по-любому кто-то другой купит. Вроде сейчас ситуация становится немножко лучше, вроде сейчас уже есть даже салоны, где ты можешь купить за MSRP машину, то есть без наценки. И я вот Ford Maverick покупал как раз таки без наценки, но это мне там несказанно повезло, потому что покупатель один отказался от машины, и ее надо было по-быстрому скинуть, и тут я такой, и я готов, я готов, я готов, и мне прямо по MSRP ее продали. Хотя на Ford Maverick, когда я покупал эту машину, полтора года назад шла какая-то там бешеная наценка, типа там в 10 тысяч долларов. В салон Toyota я приезжал, там наценка была 5 тысяч долларов. В салон Kia я приезжал, там была 8 тысяч долларов наценка. Сейчас вроде это все немножко снижается, но старожилы говорят, что когда-то давно можно было машину купить вообще дешевле, чем MSRP. То есть еще ниже, чем завод это предлагал. Когда машин было много, их надо было скидывать, их продавали даже дешевле, но я такого здесь в Штатах не застал, к сожалению. Мы сейчас живем в такое время, когда сообществом одобряется то, насколько ты классный снаружи. Красивый инстаграм, офигенные сторис с твоих путешествий, у тебя должно быть много фолловеров или подписчиков на ютубе, например, подписывайтесь на мой каналчик. И я нисколько это не порицаю, потому что мне кажется, я сам точно такой же человек, веду себя точно так же. И вот эта машина, это прям идеальная такая инстатачка для какого-нибудь альфа-самца, чтобы круто на ней фоткаться, чтобы классно на ней подъезжать к клубу или к спортивному клубу или еще куда бы то ни было. То есть это чисто показуха, абсолютная пантереска, абсолютная овца в волчьей шкуре. Ну так, знаете, покататься на ней мне было приятно и даже в чем-то фаново и забавно. На ней нельзя ни с кем зарубиться на треке, но на ней можно очень красиво куда-нибудь подъехать. И может быть, этого уже достаточно. Подписывайтесь на этот канал, здесь будут обзоры на другие машины, на которых американцы ездят здесь в Штатах. И будут еще какие-то интересные истории про околоавтомобильную тематику. Пишите в комментариях, какие машины вы хотели бы еще увидеть и какие истории вам рассказать в следующих выпусках. Вы были на канале Мотороллер. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok